Не отключайте питание радиоприёмников. Начинается передача данных. То ли актуальна, как для нас прекрасная половина человечества. Отнеслись мы к этому серьёзно, поэтому пригласили в гости биолога, ведущего научного сотрудника Московского государственного университета имени Ломоносова, Максима Скулачёва. Максим, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Ну что, давайте начнём. И, наверное, первый вопрос, который мне хочется задать, почему мы стареем, почему мы умираем? Или это нужно разделять на два вопроса, почему стареем и почему умираем? Кстати, да. Это лучше бы разделить. Конечно, старение – это главная причина смерти для человека в современном обществе, но на самом деле для биологических систем это совершенно необязательно связанные вещи. Есть куча примеров видов, у которых старения нет, но они тоже смертные. Жизнь ограничена какими-то другими обстоятельствами. То есть они умирают не от старости, если мы исключаем болезни из этой системы координат. Да, ну вот, не знаю, осьминоги, есть вид осьминогов, в который самка откладывает яйца, и дальше у неё пропадает аппетит. И она умирает от голода. Старение тут не имеет никакого к этому отношения. Это специально сделано для более быстрой смены поколений, чтобы старые родители не мешались под ногами молодёжи. У нас такая же история. Для смены поколений существует система заложенная, если мы, говорю ещё раз, убираем смерть от болезней, от старости, от износа организма, или что-то другое? Вот. На самом деле, если покопаться, такая система, похоже, есть у каждого вида, потому что действительно поколения должны сменяться, иначе не будет эволюции, не будет развития, вид просто исчезнет. И вот вы совершенно принципиальнейший вопрос сейчас задали, на который, на самом деле, нет ответа. То есть, эта система должна быть заложена и в нас. Но что это тогда? Давайте посмотрим на причины смерти людей. И выясняется, что у нас, в отличие от осьминогов, по счастью или, к сожалению, это связано с нашим старением, потому что чем мы старше, тем хуже у нас всё работает. И вот старческие болезни, которые, на самом деле, большинство болезней, они возраст-зависимые, они у нас проявляются с возрастом просто потому, что у нас падают не сами по себе, а как результат работы вот этого процесса старения. И вот тут есть две точки зрения. У учёных мы страшно друг с другом спорим, иногда переходя на личности. Мы привыкли, сейчас же по телевизору такое часто показывают. Вот, на самом деле, я даже некоторые семинары записывал на телефон, а потом не решил, стёр, чтобы не дискредитировать учёных. Две точки зрения. Есть главенствующая в науке точка зрения, что старение – это неизбежный процесс. Мы изнашиваемся как механизмы. Вот он, и всё у нас работает хуже, потихонечку что-то стирается, мутации всякие появляются, ошибки, и мы умираем. В принципе, очень разумно. И логично. И логично. Но вот эту теорию в основном продвигают не биологи, а математики и физики. Интересно так. Потому что это логично с точки зрения механизмов. А у живых систем есть одно важное свойство – мы умеем сами себя чинить. У нас есть свойство регенерации. Практически любая система, особенно в молодости, у нас может восстанавливаться. Но вы имеете в виду печень, кожу? Вроде даже нейроны могут восстанавливаться из стволовых клеток. Чёрт-те что там, на самом деле. Потом, понимаете, мы довольно счастливо живём 25 лет. До 25 лет у человека всё в порядке. Да, это пик его такой. Ну, по некоторым параметрам чуть раньше пик проходится, но неважно. 25 – это хорошо. Если возьмёте какого-нибудь нашего ближайшего родственника, другой млекопитающий, кошку, собаку, мышь, до 25 годов многие из них в принципе не могут дожить. А те, которые доживают, это абсолютно полные развалины. Ну, ошибки-то у нас есть такой стахастический, физический, чистый процесс. Они же одинаково накапливаются. Почему одни живут 2,5 года, а другие 100 лет? Да, это тоже логично. Вопросики возникают. Так-так-так, и что же биологи тогда говорить начинают? Вот, и одним из первых вообще про это задумался такой биолог и философ Алекс Комфорт. Он как-то сказал, никогда не поверю, что лошадь и телега стареют одинаково. Потому что вот накоплением ошибок как механизмы, так и стареют телеги и другие механизмы. А живые существа имеют право отличаться. Так вот, мы считаем, что в нас заложена специальная программа, цель которой – свести нас в могилу. Не сразу, как у осьминогов, у них просто немножко по-другому программа устроена, а растянув во времени, устроив нам старение. То есть старение – это результат деятельности специального заложенного в нас процесса, активного. А во сколько тогда она запускается, эта программа? Вот тут тоже недавно присутствовало на споре очень больших ученых по этому поводу. Похоже, что точно она уже запущена к периоду полового созревания, то есть лет в 14. Потому что, например, наш иммунитет, его пик где-то в районе 12-14 лет. Ну, если позвольте мне такой вопрос, немножечко он наивный. Кто стареет сильнее, мужчина или женщина? Или кто лучше защищен? У кого теломера укорачивается короче? Ну, теломера вообще к этому, похоже, имеет косвенное отношение. А всё-таки, ладно, мы к этому ещё вернёмся. Пока вот такая наивная формулировка. Я даже толком не смогу ответить, потому что, с одной стороны, женщины живут дольше. Женщины лучше защищены, например, у них лучше антиоксидантные системы устроены. И вообще, явно совершенно категорически согласен, что женщины явно более ценная часть нашего вида, чем мужчины. Это очень многих животных так устроено. Самцы – это всегда экспериментаторы, которые ищут себе приключения на разные места. А если они что-то такое придумают, сохранить это и законсервировать – это функция самок или женщин в нашем случае. Хорошо. По мнению учёных, и это я цитирую уже заголовки, результат труда журналистов. Так вот, по мнению учёных, эликсир молодости появится в аптеках уже через 20 лет. В перспективе человек сможет жить несколько раз дольше, чем сегодня, оставаясь при этом бодрым, активным. И более того, уже сегодня опыта над животными доказали, есть способы продлить здоровую жизнь как минимум в два раза. Я прочитала этот заголовок, и следующий вопрос у меня появился. Через 20 лет нам с вами, Максим, а у нас разница 3 года, будет уже поздно, мне кажется, пить эликсир молодости. Вот до скольки лет нужно успеть принять, я в кавычки ставлю, таблетку от старости, и что, а если я не успеваю, то что она сделает уже с пожилым человеком? Потому что через 20 лет мне будет 60. Ну, при этом это, надеюсь, не помешает вам прекрасно себя чувствовать. 60 – это вполне себе нормальный возраст. Это относительно, потому что мы это всё воспринимаем действительно относительно. Помните, как в 18 нам 30-летние казались стариками уже, да? Да, да, в ком тут зашёл 30-летний старик. Да, да, да. Когда тебе 40, тебе кажется, что всё ещё нормально, но 60 уже как-то больно. Ну, я понимаю своё отношение. А вот расскажите мне про эликсир молодости. Смотрите, если действительно у нас тикают часы, работает вот эта программа старения, то её никогда не поздно остановить. Вряд ли мы при этом сильно омолодимся, и вряд ли у нас обратно восстановится потрясающий иммунитет, или нарастут мышцы, как у 30-летних. Но вполне на современном уровне медицины можно себя хорошо чувствовать и не особо тратить не очень много времени на своё здоровье, в смысле, в больнице проводить. Даже если тебе 60 или 70. Особенно если ты не делаешь каких-то специальных вещей, чтобы портить себе жизнь. Не пьёшь много алкоголя, не куришь, и хоть иногда двигаешься. То есть, она приостановит, если её выпивает, я сейчас схематично подчёркиваю, рассказываю, она приостановит процесс старения, если её принимает пожилой человек, и приостановит старение... Если это будет молодой. Да. Такой, на самом деле, очень оптимистичный прогноз, но похоже, что теоретически есть шанс заморозить состояние человека вот в том состоянии, в котором вы начали приём этого препарата. Заморозить – очень хорошее слово, по крайней мере, ёмкое, но пугающее, потому что я тут однажды спорила в этой же студии с человеком, который занимается криозаморозкой организмом. Есть такое, да. Да, есть, вы знаете, и понятно, что многие считают это антинаучным, но это так, сноска. На ком вы ставите эксперименты? Потому что я убеждённая сторонница экспериментов, и, честно говоря, я бы даже отдала себя в руки науки, потому что мне очень обидно, и я очень хорошо понимаю и законодательство, которое запрещает, но, с другой стороны, мне очень обидно, как сильно это тормозит процесс. Как вы чувствуете себя, учёный, которому необходимо ставить эксперименты в таких условиях, и всё-таки как вы ходите из этого? В этом смысле кое-что изменилось в нашей последней встрече. Так. Потому что в список животных, на которых мы ставим эксперименты, проводим исследования, так более корректно сказать, раньше это были мухи, червячки, мыши, крысы, собаки. Вот за последние пару лет добавился ещё один вид, он называется гомо сапиенс. Мы уже ведём клинические исследования на людях, их, правда, только начали, там первые фазы только прошли. Но вот тот препарат, которым потенциально может что-то сделать со старением, если мы будем успешны, он появится не через 20 лет, он появится гораздо раньше. Давайте вот эту интригу немножечко продлим до следующей части. Пару мгновений, и мы снова с вами. Друзья мои, это передача данных. И снова здравствуйте, это передача данных. Для тех, кто только что присоединился, будьте внимательны. Мы подбираемся к самому интересному, мы говорим о том, возможно ли остановить старение, и на каком этапе сегодня находятся наши российские учёные. Да, мы коснёмся и западных каких-то достижений, но об этом чуть позже. Вот пока что мы подобрались с нашим гостем к конкретному веществу. Я не спешу его называть препаратом, выясню. Прямо сейчас биолог, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова. Максим Скулачёв у нас в студии «Комсомольской правды». Максим, ещё раз здравствуйте. Здравствуйте. И вы только что процитировали, вернее, сказали следующее, что уже проводится этап испытания некого вещества на людях. То есть, это, я понимаю, добровольцы. Да, да. Да. А это вещество, оно относится к лекарственным или это что такое? Вот, это очень правильный вопрос. К счастью или к сожалению, это лекарство. И поэтому его, это никакой не БАД, не там пищевая добавка, не толчёный рог, морал или ещё что-нибудь, если у них есть роги. Ну, вот есть рога, да. Да. И это химическое соединение, получаемое тонким органическим синдезом у нас в МГУ, в очень серьёзной лаборатории. И оно может попадать в организм человека внутрь, только как лекарство. Снаружи ещё есть всякий вариант, типа косметики, что-то в этом роде. Но внутрь, для внутреннего употребления, как говорил Жванецкий, это лекарство. Поэтому, чтобы провести любое исследование на человеке, ты должен получить тысячу разрешений в Минздраве, и это очень правильно. Потому что нельзя кормить людей, какая бы у тебя замечательная научная идея не была, а бы чем, что ты придумал из головы. Вот. Но мы уже довольно давно занимаемся этой темой, и мы все разрешения получили для начала этого исследования. Это вещество, как прототип лекарственного препарата, получали три десятка здоровых добровольцев, молодых мужиков. На самом деле, с целью сначала выяснить, нет ли побочных эффектов. Это был такой эксперимент на безопасность. Именно поэтому в этом участвуют только мужчины, потому что женщины считаются более ценными. Их нельзя в первые исследования. Ой, ну это сейчас очень нетолерантно, мне кажется. Ну хорошо, пусть будет так, ладно. Вот. Исследование завершено как раз в прошлом году, и всё положительно. То есть, побочных эффектов никаких мы не обнаружили, хотя давали довольно высокие дозировки этого соединения добровольцам нашим. При этом делали полный осмотр всего, чего можно, все анализы крови, до, после, сравнивали, всё хорошо. И это значит, что мы можем продолжать. Значит, мы можем запустить следующее клиническое исследование. И вот тут возникают вопросы. Исходная идея, что это вещество должно тормозить старение. Да. Поэтому вот, если бы я был султан, и министр здравоохранения, да ещё и писал бы все законы, я бы сейчас набрал пару групп по несколько сотен человек разных возрастов, начал бы давать им это соединение, и в течение лет 10 отслеживал бы, как они стареют. Потому что вот сроки такие, именно старение у нас идёт довольно медленно. К сожалению, нам такого никто не разрешит, потому что нет такой болезни старения. Лекарство должно лечить определённую болезнь. И поэтому, ну, это не страшно, это не закрывает полностью возможность исследования, потому что если вещество что-то делает со старением, оно должно быть полезно для борьбы хоть с какими-то старческими заболеваниями. И тогда это нормальное лекарство от нормальных старческих болезней. Вот это мы и проверим. Понимаете, вы же в своих интервью высказываетесь, что с большой осторожностью относитесь к вмешанию в геном, вмешательству, простите, в геном. Я напомню, как считает академик Российской академии наук и биохимик, и ваш отец Владимир Петрович Скалачёв, что программу старения, точнее ту её часть, которая запускает возрастные заболевания, можно взломать как генетическую программу. Мне любопытно, можете ли вы объяснить доходчиво, что это, если это не вмешательство в геном, который и запускает эту программу? Совершенно верно. Очень правильный вопрос, потому что, действительно, если эта генетическая программа живёт в наших генах, и самый прямой способ с ней что-то сделать – вмешаться в гены, изменить их, благо технологии есть, вот мы там трансгенных мышей каждый день делаем у себя в институте, и вышибить те гены, которые выключить, отвечают за старение, и мы перестанем стареть. Чудесный, прямолинейный способ, и, как всегда, такие способы в биологии абсолютно неверные. – Да, и сразу у меня, я извиняюсь, вы запомните, пожалуйста, момент, где я вас прорываю. Я сразу, знаете, о чём думаю? О том, что терапевтические методы, они всегда предпочтительнее хирургических, даже в нашей обычной жизни. Вот это туда же, мне кажется. – Да, а это генетическая хирургия. – Да-да-да. – Вот эта система внесения генетических изменений, CRISPR, она называется генетические ножницы. – Правильно, обрежешь, уже назад не пришьёшь. – Вот. Поэтому если вот так мы поставим мысленный эксперимент, вот мы с вами поговорили, потом поговорили с академиком, всё, вот эти четыре гена нужно выключить, чтобы не стареть. Что нам нужно сделать? Стареют у нас все ткани, поэтому нужно везде поменять этот ген. Это можно сделать только на стадии яйцеклетки. Мы берём яйцеклетку, меняем там все нужные гены, потом выращиваем из неё ребёнка. – Человека. – Человека. Сначала ребёнка, потом человека. – Ну да-да. – Без этих генов, которые не должны стареть. Внимание, вопрос. А если мы ошиблись? – Да, в этом… – Если он… Обратно уже не отмотаешь. Ген нельзя вставить обратно взрослому человеку. – А вам не кажется, что сейчас проблема вот как раз может и встать в том, почему, если придумали CRISPR, то есть эти генные ножницы, очень так грубо выражаясь, то почему не придумали генетический клей? – А это CRISPR тоже, можно и вставлять в какие-то куски. – Так, а почему вы тогда говорите, что нельзя обратно пришлить? – А это можно делать только в самом начале жизни, только на стадии одной клетки. – Тогда вот эту проблему надо решать учёным, чтобы и меня, и вас, и деда моего, и ребёнка всех можно было бы под этот генетический нож или клей положить. – В принципе, может быть, даже теоретически это возможно, практически сейчас нет таких методов. – А почему их нет, Максим? – Понимаете, вам нужно доставить новую генетическую информацию в каждую клетку. Это может сделать, на самом деле, только вирус. То есть мы должны синженерить вирус, это тоже моя специальность, правда, на растениях этим занимался, тоже можно. Но вирус, который заражал бы все клетки организма и при этом им не вредил, это как-то вот такого наука ещё не умеет. Когда научатся, вот мы сейчас более кустарными методами, надеюсь, затормотим старение, встретим с вами год через 60 в этой студии, вы мне задаете ещё один коварный вопрос. Ну как там? – Мне будет 100! – Да, вы будете брать интервью молодого учёного. – Хорошо. – Мы работаем над этим. Но так или иначе, в генетику человека вмешиваться напрямую пока мы не можем. – И я вас прервала на моменте, когда спросила, тогда какими методами и инструментами пользуетесь вы? – Вот. Дело в том, что гены, они сами по себе ничего не делают. Это просто текст. Их считывают специальные машины, биологически синтезируются белки, которые выполняют определённые функции. То есть гены работают опосредованно через своих солдат, например, белки или другие биологические системы, из которых они построены. И вот на них уже можно влиять. Пускай у нас будет эта программа, пускай она работает, пускай она посылает сигнал всему организму, что пора стареть, можно пытаться перехватить этот сигнал и не дать ему распространиться так хорошо и так весело, как хочется в программе старения. – Знаете, звучит это не менее сложно, чем вмешательство в генетическую цепочку. – Перехватить сигнал. – Да, это дело непростое. И перехватить его полностью на корню, на самом деле, пока даже нашими чудо-веществами мы не можем, мы только на какой-то аспект действуем. – А объясните мне, что испускает этот сигнал? Что его посылает? Я никак не хочу. – Вот в том-то и дело, что неизвестно. Это, скорее всего, где-то в гипоталамусе у нас есть некие там, пока ещё гипотетические, биологические часы. – То есть какое-то место в голове, давайте это так обозначим. – Скорее всего, это в голове, потому что всё-таки оттуда всё регулируется. – Да, согласна. Это тоже логично. – Вот дальше вам ни один учёный не скажет более определённо. То есть мы даже не знаем, где вот этот центр управления полётом находится. Но он явно сигналит. И на нижнем уровне уже совсем конечные сигналы некоторые мы можем вычислить. И мы считаем, что если мы им не дадим работать так хорошо, как им хочется, вот тут-то, может быть, мы нарушим, немножко помешаем работе этой программы старения. И на сдачу получится, что мы будем стареть чуть медленнее. Именно поэтому, на самом деле, вот прям вот так вот остановить старение, чтобы вообще больше не стареть, в ближайшее время, конечно, скорее всего, не получится. Мы работаем на очень низком уровне. Но нужно делать первые попытки. Это, может, кстати, даст нам некоторое время, чтобы разобраться, как… С последующими стадиями. Самая большая проблема для любой лекарственной группы, ну, даже, наверное, для инъекций. А мы же знаем, да, вот вы даже сами начали проводить эту градацию. Когда крем – это наименьшее проникновение. Когда лекарство оральное или лингвальное – это вторая стадия. Когда уже инъекции, да, внутримышечно или же внутривенно – это уже, вот, самое глубочайшее проникновение. Ну, я уже не говорю там о других генных, сейчас не трогаю вещей. Так вот, самая большая проблема, насколько я понимаю, это проникновение, доставка. И, ну, доставку научились делать, а вот проникновение в клетку. И чтобы там оно начало работать. И вот эти все, допустим, косметологические истории, на баночке с кремом написано, что там столько веществ, столько веществ. Меня иногда вызывают ухмылку в несуществующие усы, мол, ну, а куда оно доставится-то? Только эпидермис и не более. А потом вы смоете это в следующий раз помочь. Да, слезами своими, столько денег я потратила. Вот объясните мне, вы научились туда проникать? Да, вот на этом мы железно стоим. Те вещества, которые мы придумали, их главная способность, они в упор не видят клеточные мембраны. Они, это вещества-призраки, которые сквозь клеточные оболочки могут ходить насквозь. Им в этом их главная особенность. Вот здесь еще одна интрига, друзья мои, вы сами понимаете. Это наука, это тоже загадки, буквально шпионские страсти. Мы продолжим, остановились мы на том, что лекарственные препараты встречают на своем пути проблему. Перед ними встает оболочка клетки. И вот проникнуть в нее, это не подвластно очень многим соединениям химическим. А вот Максим говорит, что они придумали, как проникать через эту оболочку. И вы сказали, вещества-призраки, да? Да. Что такое призраки? Что вы вкладываете в это понятие? Ну, призраки-то те, которые могут ходить сквозь стены. А, вот что, я поняла. Да, тогда логично. В этом смысле. Тут, смотрите, забавно, что мы в нашей технологии используем даже не биологию, не химию, а физику. Ну, почему забавно? Обычно биологов не принято. В клетке и дальше там внутри клетки, в том месте, куда направлены наши вещества, они называются митохондрии, это будет отдельная история, есть отрицательный заряд. У нас, часть нашей жизни устроена на электричестве. Это такая... Я недавно объясняла это своему семилетнему сыну, который сказал, как мы можем двигаться. Вот я ему объясняла, что у нас есть электричество, и откуда мы берем энергию. Так что это свежая информация. Вот, и, соответственно, внутри клетки небольшой знак минус, снаружи небольшой знак плюс, и, в принципе, любое заряженное соединение очень хочет войти внутрь, положительно заряженное, катион, хочет войти внутрь, просто по электрическому полю. Но войти туда не может, потому что клетка, как правильно сказали, ограничена клеточной оболочкой мембраны. Мембрана очень жирная, а заряженные частицы просто из-за физики, они окружены небольшой такой шубой диполии воды. Они гидротированы. И в воде сквозь жир ходить нельзя. Жир всегда воду отталкивает. А, ну всё правильно. Вы представьте себе, да, как жирные пятна плавают на воде. То есть, получается, ещё раз, мембрана, она жирная, а это увлажнённый у нас заряд. И он не может проникнуть, потому что никак жир вот в воде не тонет, а как, наоборот, вода сквозь жир не проходит. Да, если представить ложку растительного масла, капаете каплю воды, она образует капельку. Да, 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 плотность разная, и никуда ничего не делается. Тем самым каждый на своей кухне может столкнуться с главной проблемой фармакологии. И что же вы сделали? Вот. Фейри! На самом деле близко. Нет, не детергенты. Можно жир разрушить. Да. И, в принципе, некоторые лекарства так пытаются применять, но вообще разрушать биологическую мембрану я бы не стал. Я тоже подумала, это не сковородка, да, на нашей клетке. Да, да. Там эти жиры полезны. Тут на помощь приходит соединение, которое называется ион из Кулачёва. Это не в честь меня, а в честь моего отца. Американцы назвали. Которые одновременно липофильные, то есть они жирные, любят жир. Так. И несут на себе заряд. Это ионы. Причём заряд сделан так, что он не сосредоточен на одном атоме, а распределён по очень большой молекулярной структуре этого соединения. И в результате в каждой отдельной точке зарядек маленький, и диполи воды не могут прицепиться. И вокруг этих ионов не образуется водяная шуба. В результате, если они попадают в ситуацию, когда им хочется пройти сквозь мембрану, у них нет никаких к этому препятствий. У них нет вот этого гандикапа, тормоза из молекул воды. Они влезают внутрь мембраны, смотрят, как устроено поле, и идут дальше по полю. Таким образом, они накапливаются в клетке где-то примерно в 10 раз. То есть, если мы там 1 грамм на литр налили снаружи клетки, внутри будет уже 10 грамм на литр. И ещё в тысячу раз они накапливаются внутри энергетических станций клеток, которые называются митохондрии. Потому что там та же самая история, только заряд внутри отрицательный, совсем колоссальный. А вот на ваших ионах там какой заряд, вы сказали? Положительный. Положительный, да? Поэтому отрицательный притягивает его ещё к себе. Да, простая физика. Соответственно, а они не увлажнённые, не мокрые, поэтому сквозь жирную мембрану могут проникнуть. Вот я такой общий знаменатель подвела, чтобы всем всё стало понятно. Хорошо, проникли они туда. И что? Да, на самом деле и ничего. Это всего лишь способ доставки. Он был описан ещё в 70-х годах, и я сам читал статью моего отца, что если кому-то когда-нибудь что-то надо будет доставлять внутрь клетки, а внутри в клетке именно в митохондрии, а вот берите вот эти липофильные ионы, прицепляйте к ним полезную нагрузку, и будет вам счастье. И дальше отец и его соавторы отставили в сторону эту тему, пошли заниматься другими интересными делами. А что, в 70-е никому не нужно было внутрь клетки проникать? Не было это ещё актуально? Во-первых, не очень было понятно, что именно нужно доставлять в митохондрии, а только-только открыли, как они работают, кстати, при помощи этих же самых ионов. Боже, какая молодая, оказывается, у нас биология клетки-то. До 68-го года никто, в принципе, не понимал, откуда берётся энергия в нашей клетке, а так всё хорошо. Представляете? Об этом никогда не задумывалось. То есть мы знали, что это идёт из митохондрии, но как это устроено? За это дали Нобелевскую премию в 74-м году человеку, который, даже ни одного эксперимента не поставив, просто объяснил это. Питер Митчелл, учитель моего отца. А вот с другой стороны странно. Ну, это вопрос, который отвлечёт вас. А разве даёт Нобелевку без подтверждённых результатов? Нет, это даже запрещено. Нобелевские премии не дают за гипотезы, за редким исключением. Причём Митчелл никогда не скрывал, что его гипотеза была доказана в основном в Москве, в Московском университете, вот в этих экспериментах. Ладно, я вас не буду отвлекать. Хорошо, они отложили это в 70-х. И что их заставило вернуться к этому? Заставило вернуться две вещи. Во-первых, стало понятно, что можно доставлять в митохондрии, чтобы какую-то пользу народному хозяйству принести. Что это было? Антиоксиданты. А, вот оно, против старения всё-таки сразу. Да, потому что вот на рубеже XX-XXI века стало понятно, что митохондрии, кроме того, что обеспечивают у нас энергией, они ещё синтезируют яды, свободные радикалы. Причём, чем старше мы, тем больше они их синтезируют. Вот у Владимира Петровича главная его гипотеза, что они делают это не случайно, что это и есть результат деятельности этой зловредной генетической программы. И это очень, на самом деле, хорошая, интересная ситуация, потому что нам глубоко, на самом деле, наплевать, как программа устроена. Вот она какие-то загадочные сигналы посылает, они доходят до митохондрии, очень много чего происходит, но главное, что митохондрии увеличивают продукцию яда. А как выглядят эти радикалы? Вот я столько раз слышала это слово, никогда не знала, как они выглядят. Это что, клетки? Нет-нет-нет, это очень маленькие вещества. Самый простой супероксид-радикал – это кислород, к которому присоединился один лишний электрон. То есть это просто кислород. А вот все эти вещества, которые мы наносим на себя или пьем внутрь, как активную добавку, и они говорят… Или даже, хорошо, уберем вот это все иногда лженаучно. Виноград. Ведь я очень много раз слышала, что виноград обладает антиоксидантными свойствами. За счет резвератрола, видимо, да, вещество, антиоксидант в нем содержится. Да, хорошо. А как оно проникает в мою митохондрию? Никак не проникает. Тогда какой смысл вообще говорить об антиоксидантных свойствах винограда? Спасибо за вопрос. Не знаю, это не я говорил. Нет-нет-нет, я не на ваш вешаю эту антимедаль. На самом деле, вы сейчас четко подсветили некое, ну, не хочу сказать, разводилово. В сельском хозяйстве? Да, в этой культуре биодобавок. Но вот эта область антиоксидантов, она очень сильно загажена в науке. И за счет очень простой вещи. Если вы возьмете антиоксидант, резвератрол из винограда, витамин С, очень мощный антиоксидант, кэнзим Ку, все что угодно, и смешаете в стакане с свободными радикалами, вы увидите прекрасную реакцию. Свободные радикалы нейтрализовались, все хорошо. Вот. Никто не сказал, что эти вещества встретятся у вас в организме. Вот. Но. Это же так просто. Берете виноград, из него какой-то экстракт делаете, это природное вещество, выпускаете биодобавку и пишете очень честно на этикетке. Там содержится антиоксидант, который, если вдруг встретится у вас в организме с водой... Ключевое слово, да. Я ждала вас у фонтана, а вы в кино искали. Вот. И в результате антиоксиданты известны уже 30 лет, больше. А никакой толковой эффективности от них нет. И для медика это сейчас практически ругательное слово. Я вас поняла. И это для нас большая проблема, потому что мы, когда мы объясняем принцип действия нашего вещества, мы говорим антиоксидантный. Половина врачей говорит, ну, все понятно. Очередное разводило. Дискредитация, да. Хорошо. Время не умолим, поэтому я уже тороплюсь. И вот о чем я хотела спросить. Ну, конечно, я не могу обойти вниманием голого землякопа. Мы о нем сейчас вот-вот поговорим. Просто логически сейчас спросите. Мы, когда с вами встречались, это было в 2015 году в последний раз. Именно тогда 44-летняя американка, и я по этому поводу буквально и назначила нашу с вами встречу, которая стала знакомством. Она исследовательница. Ее зовут Элизабет Перриш. Она тогда, друзья мои, согласилась стать первой женщиной на Земле, которую ученые искусственно изменили гены. Все для того, чтобы в дальнейшем медики могли сохранять молодость каждого человека. Такая была цель поставлена вот на протяжении всей его жизни. Оказалось, за время прохождения первого этапа исследования лейкоциты в крови у Лис Перриш, они стали биологически моложе. А теломеры, которые у нас с годами укорачиваются, да, это части хромосом, вы меня проверяйте, а то же я могу напутать. Да, они у нее удлинились аж на 20 лет. Вот я тогда у вас спрашивала, ну, вы высказались нейтрально. Скажите, пожалуйста, а вот на сегодняшний день вы как-то следите за этим экспериментом, учитываете результаты или там совершенно другие методы и инструменты? Понимаете, мне очень тяжело учитывать результаты, поскольку они не опубликованы. Вот все, о чем вы говорите, это сообщения в СМИ. Я с огромным удовольствием прочитал бы научную статью по результатам эксперимента с Элизабет Перриш, но этих... В научных журналах этого нет, поэтому вы не имеете права верить просто статьям, да? И я более-менее вычтал технологию, которую она применила, она, в принципе, там... А что она сделала, я так не думаю, выпила что-то или ей вкололи что-то? Значит так, это похоже, что все-таки там, наверное, если это действительно честно проводилась генной терапия, они сконструировали вирус. Вирус, который должен изменить ее гены, встроившись в геном определенных клеток, и она вколола себе этот вирус, который ее заразил, определенные клетки, изменил там гены. Как говорил, это вот нормальные... Мы с мышами или с растениями делаем каждый день эти эксперименты. А что это был за вирус? В какие клетки он попал? Это явно 0,0,0,0,1% всех ее клеток. Скорее всего, даже если это произошло, это какие-то там стенки кровеносных сосудов, может быть, некоторых, куда это все попало. То есть, мы бьем вслепую из пушки по воробьям. Да, это на самом деле, это огромная летит стая воробьев, а мы туда выстрелили лазерным лучом. А может быть, одного застрелили, а может быть и нет. И все-таки я очень сильно сомневаюсь, что этим можно... Это замечательный пиар-ход, я аплодирую стою. Пиар для кого? Для компании, которая занимается омоложением? Да, она же финансировала. Это компания BioVivo, у них есть инвесторы, перед ними надо отчитывать, я все понимаю. Но на самом деле, за что я должен ее похвалить, это смело, и это поднимает проблему старения. Да. И вот за это ей большое спасибо, потому что и вы меня в 2015 году позвали под этим словом. За что ей спасибо, я познакомилась с Максимом Владимировичем, это тоже очень приятно. Друзья мои, у нас 30 секунд до финала этой части. Я хочу сделать задел на следующую. Удивительные африканские зверьки, голые землекопы, они выключили в себе старение и применили остроумный биологический трюк. Это я тоже цитирую Максима. Об этом мы поговорим в следующей части передачи данных. Это передача данных. Меня зовут Баченина Мария. Мы сегодня говорим о том, как остановить старение и когда это наступит. Наверное, еще нужно спросить, сколько это будет стоить, учитывая, сколько стоила в самом начале расшифровка генома и как копеечна она сейчас выглядит по сравнению с началом. Ладно, об этом поговорим вместе с биологом, ведущим научным сотрудником Московского государственного университета имени Ломоносова Максимом Скулачевым. Максим, мы остановились на голом землекопе. Выключили старение, некий трюк. В чем заключается этот трюк? И почему у них случился этот трюк? Я даже не знаю, как правильнее здесь сказать. Два слова, о ком идет речь. Это совершенно удивительные грызуны, голые землекопы. Это африканский грызун, а это единственное эосоциальное животное, млекопитающее животных. Эосоциальных довольно много. Это муравьи, термиты, пчелы, но все они очень примитивные. Это те, которые живут только обществом. Вот мы с вами, кстати, квас-социальные животные, потому что если очень припрет, мы можем там и парой выжить. А землекопы нет. Им обязательно нужно, чтобы была колония, как минимум в 30, а лучше в 300 особей. В главе этой колонии есть царица, и то ли один у нее муж, то ли до трех доходит, это зоологи спорят. Но только ей разрешено размножаться. Все остальные ее обслуживают. Защищают, кормят, нянчат детей, в общем, наводят порядок в колонии, роют... Там у них как выборы, царица, она же не вечная. Вот как устроено с царицей, мы год назад, кстати, большое точность наблюдали, потому что некоторое время назад колония этих землекопов появилась наконец в Московском университете в рамках такого огромного проекта «Ковчег» от Российского научного фонда. И у нас произошла революция. У нас сестра королевы, которая была простой рабочей, подняла бунт, атаковала королеву, практически ее убила. Но тут мы вмешались, королеву спасли, она теперь, у нее отдельная колония, а сестра заняла ее место. Так что ее... Вы там как-то камеры поставили? Вы же не можете постоянно склониться над этим вольером? Нет, там стоят камеры, и главное, что драк сопровождалось дикими воплями, и этих землекопов они пищали очень так грозно. А это, слава богу, прошло днем, там были сотрудники в соседней лаборатории, они услышали. Они слепые, потому что под землей? Нет, нет, они видят, но видят плохо. Ну, самое развитое у них – это нюх? Самое развитое у них, наверное, осязание, потому что они хоть и голые, но у них по всему телу идут вибрисы. Очень чувствительная кожа, да? Практически как язык, наверное. Нет, нет, это именно волоски, с помощью которых они все на свете ощущают. Друзья мои, те, кто не видел, я опишу, некрупные особи, они такие морщинистые, много очень лишней кожи, а она нежно-розового цвета. Когда к ним привыкает глаз, они даже не кажутся противными, они с двумя вот такими большими зубами, как у... Кто строит у нас плотина, забыла? Бобры. Да, вот почему-то мне бобра напоминает. Вот, и такие, похожи в масштабе на новорожденного хомячка. А вот это тоже очень верно подметили. Больше всего они похожи на новорожденного крысенка. Да. Кто разводил крыс, вот он может... Я хомяков просто разводил, видимо, поэтому и совершил ошибку. Те же самые грызуны. Да. И вот это, ну, некоторые открытия, которые описали в своей статье, оно больше теоретически, наверное, в прошлом году, почему на самом деле они не стареют? Потому что это некий установленный биологами факт, что у землекопа нет старения. А опять же, может, это когда-то будет опровергнут, это результаты одного огромного 30-летнего эксперимента, но пока вот те данные есть, которые есть. Можно я вас здесь приторможусь, прошу? Что такое не стареют? Они что, жили-жили-жили на стадии, допустим, 25 лет, по человеческим меркам, естественно, я это имею в виду, раз, и умирают молодыми? Или они вообще не умирают? Я никак не могу понять, мой мозг не приспособлен к этому. А, это просто неизвестный науке факт, поэтому не можете понять. Смотрите, что значит нет старения? Тут надо немножечко математики применить. У нас, у каждого из нас есть некая вероятность умереть. Правильно? Да, вот мы можем, нам сколько-то лет, может, до следующего дня рождения не дожить. И фокус для человека заключается в том, что чем мы старше, тем больше эта вероятность умереть. Потому что если тебе 25-26 лет, ты, скорее всего, отпразднуешь, в этом нет ничего удивительного. А если тебе 102 года, 103-е дни рождения, это уже достижение. Потому что вероятность в те годы уже достигает смерти 30-40%. Так, графики я представила. Да, это такая растущая графика. Так вот, в чем сенсация эксперимента с голым землекопом? Ему посчитали эту вероятность смерти. В зависимости от возраста. Ее нету. Это горизонтальные линии. Вот оно что. Землекопу что 10 лет, что 15, что 20. Дожить до следующего дня рождения... То есть, организм не изнашивается? Вот, получается, что нет. И мало того, что они живут в 10 раз дольше, чем мыши. По размеру, скорости метаболизма, это тоже грызуны. Они должны жить 2, 3, ну, 4, ну, 5 лет, как нормальные грызуны. Они живут больше 30. Отчего они умирают тогда? Из тех наблюдений, которые сделаны в лаборатории, главная причина их смерти, у них довольно высокая смертность в этих колониях, это драки с другими землекопами. Да ладно. Они друг друга загрызают. Они что, агрессивные, что ли? Они агрессивные, и, опять же, это вот эта социальная жизнь. Просто монархи вроде не должны быть агрессивны, есть четкое подчинение. Там свои методы по установлению этой монархии. Вот то, что мы, опять же, видели в своих экспериментах. Они вообще довольно чувствительны к тому, как они живут. И если какой-то стресс происходит, например, журналисты пришли с камеры снять жизнь землекопов. Первое, что они делают, они обращаются к фэн-шую. Они живут в лабиринте, и там есть несколько комнат, где-то спальня, где-то столовая, где-то туалет. Они тут же меняют это все местами. Причем они по-разному выглядят. У них опилки должны быть именно в туалете, а в спальне должны быть бумажки. Ну, вот когда мы их содержим, там, в природе, наверное, что-то другое. Поменяли фэн-шуй. Опять пришли журналисты, опять стресс. А тогда, вот именно поэтому довольно редко теперь пускаем к ним журналистов, они выбирают самого слабого и убивают. Назначая, что ты виноват, что нам плохо. Слушайте, ну, получается, для них это как катаклизм для нас на планете. И, может, они выключают того, кого, кто несет в себе не те, ну, самые слабые гены, самые поломанные. Как они выбирают, не знаю. Может быть, это какая-то селекция от каких-то болезней. У меня такое ощущение, что они как нейронная сеть связаны друг с другом. Вот такое ощущение. Ну, какая-то связь, конечно, должна быть, как и у муравьев. Это некий такой коллективный... Разум. Интересно, что если это не помогает, то тогда они убивают королеву. А может, извините, тогда... Как же вам интересна там жизнь. Я бы с ними рядом сидела бы целыми днями, наблюдала бы. Они совершенно удивительные существа. Вот мышь, если ее не трогать, она либо ест, либо спит. У нее нет другого. Примитив, да, я понимаю. Эти никогда не останавливаются. Они все время чем-то заняты. Они переносят опилки из одного отсека в другой, потому что королева сказала, видимо. Или там кто-то... или нянька несет ребенка куда-то познакомиться с мамой, потом обратно, чтобы он ей не мешал. Они как, в зубах таскают? Хорошо. А ваша цель? Вот вы за ними наблюдаете. Это понятно, это очень интересно. Но с точки зрения остановки старения, что вы с ними делаете? А пока, на самом деле, слишком мало времени прошло. Самая главная задача подтвердить или опровергнуть тот эксперимент, который я вам описал. Действительно, они не умирают. Пока все подтверждается довольно круто, потому что за уже больше, чем полтора года ни один не умер от старческой болезни. Вообще ни одного старческого признака. А фертильность сохраняется все время на протяжении всего времени? Лет до 20 точно. То есть, если переводить на человека, это получается... Ну, как, если они в 10 раз дольше живут, ну, значит, до 500. Я в шоке. Нет, серьезно, я просто сейчас в шоке. Потому что для женщины это как бы... Вот это тот самый обрыв, в который она падает, который можно назвать конкретная старость. Да, да. Менопауза, причем забавно, что это четко запрограммированный процесс. Меня это злит. Вот мне все ваши высказывания, что женщина – это венец природы, что она ценнее. Это все ерунда, потому что вы в выигрыше. Несмотря на то, что война вас косит, я про мужчин, да, все равно вы в выигрыше. Нет, я готова лучше жить меньше, только лучше сохраняться. Ладно, это спор литерический. Вернитесь, пожалуйста, к теме. Вот. На самом деле у них очень много вещей работают, как у инопланетян совершенно. Это скейт-инопланетные существа. Они потрясающе устойчив к гипоксии, например. Задушить земляков практически невозможно. А к радиации пробовали? Вроде бы пробовали, не могу точно сейчас ответить, не помню. Хорошо, так дальше. Куча повреждающих воздействий агрессивных, они гораздо устойчивее. Вопрос, как им достигается. Сказать, что они там супер-маусы и не стареют. Не железные люди, да. Да, это нужно разобраться с механизмами. Может быть, что-то из этого мы можем у них позаимствовать и перенести на человека. Поэтому их, конечно же, надо изучать. Для меня я всё-таки вернусь. Это, наверное, будет последним вопросом. Вы их как изучаете? Вы берёте у них, помимо наблюдения, вы берёте у них кусочки кожи, вы берёте у них клетки для изучения под микроскопом? Ну, для нас это лабораторные животные, при всём уважении к землекопам. Конечно. Поэтому мы, конечно же, постараемся минимально инвазивно брать анализы крови. Мы сейчас изучаем их поведение. Есть какая-то сенсация в их анализах? Пока ещё нет. Но самое главное, что мы можем получить образцы тканей, печени, сердца, мозга и тоже их изучать. Но у них есть что-то такое, что отличает их от мышей, например? Позовите меня годы через три, я вам расскажу. Я понимаю, да, всё. Время – это наш с вами враг. Особенно для учёных, которым необходимо гораздо больше лет, чтобы наблюдать как минимум за голыми землекопами. Вы меня поразили. Сколько будет стоить лекарства от старения? Это хороший разворот. Смотрите, у нас ведь, если говорить о нашем проекте, при остальных я не скажу. Генной терапии – это всегда очень дорого и так далее. Первый вариант нашего лекарства, наши глазные капли, они уже есть в аптеках. Они стоят, например, как антибиотики. То есть, ничего особенного. Это, конечно, тонкий органический синтез, огромные деньги затрачены на клинические исследования. Нет, но только глазные, понимаете, это для глаз. Хотя мы знаем, глаза очень сильно подвержены старческим болезням. Одни из первых мишень. А всё-таки вот так, чтобы притормозить. Притормозить для будущей таблетки. В сегодняшних ценах, я бы говорил, не знаю, тысячу рублей за месячный курс, полторы. Друзья, я приободрилась. Спасибо Максиму Владимировичу Скулачеву. Ну что, время вышло. Это была передача данных. Мне сегодня очень понравилось, безумно интересно. Надеюсь, вам также, уважаемые слушатели. Биолог, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова, Максим Скулачев. Спасибо. Спасибо вам. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприёмника. Скоро начнётся другая передача.